Какой бы ни был плохой Алиев, как бы он нам не нравился, какой бы ни был плохой, как вы говорите, азербайджанский народ, а я всегда говорю, что люди не делятся на армян и азербайджанцев, люди делятся на хороших и плохих, на скупых и жадных, да, на мразей и не мразей, на гостепримных и негостепримных, на верных и на гулящих, да. Нам всем как бы по-разному, везет или не везет, люди не делятся, да, на то, понимаете, и какой бы ни был наш сосед, но мы одинаково, Армения и Азербайджан, одинаково, одинаково наломали дров, одинаково настрадались, и та, и та сторона, нельзя сказать, что Азербайджан сделал больше, Армения меньше, и та, и та сторона настрадалась. Я говорю любимую фразу, не взвешивайте слезы матерей, не взвешивайте, не вздумайте взвешивать слезы армянских или азербайджанских матерей, потому что этих слез так много, что их взвешивать нельзя, потому что есть слезы, которые капают из глаз, а есть, которые в сердце, когда сердце в слезах, да, и мы не можем взвесить эти слезы. Но нам надо жить на одной земле, мы будем жить на одной земле, столетиями, и нам надо уважать другую религию, другую политическую систему, да, например, почему мы все время, да, говорим, алильская власть такая, почему мы трогаем эту власть? Если мы хотим, чтобы нашу власть никто не трогал, то и мы не должны трогать их власть, они выбрали такую власть. А почему мы думаем, что азербайджанцам не нравится их власть? Им нравится их власть. Почему? Кочаряны все же много врали, что вот, им не нравится, им нравится своя власть. Почему мы ругаемся с азербайджанцами, говорим, что выгоня Алиева, а почему, может быть, кто-то придет хуже Алиева? Зачем нам кого-то выгонять, свергать, почему мы боремся? Мы должны бороться с нарушением прав человека, это неоправданно. Например, завтра, если арестует Виталия Баласоняна, я скажу, молодцы, забирайте. Потому что Виталий Баласонян это зло и для Азербайджана, и для Армении. Республика Армения, которая строит сильное государство, не может быть на стороне поставщиков наркотиков. И в этом плане Армения и Азербайджан могут сделать многое, очень многое. И Генпрокуратура Армении, и Армянские государственные институты, они категорически против тех, кто распространяет наркотические вещества. И, кстати, в Армении сейчас идет борьба с наркоманией, и очень, кстати, успешно. Никто не может позволить человеку в Карабахе по имени Виталий Баласонян разводить наркотики среди армянского общества. Вот возьми, арестуй Виталия Баласоняна, тогда я скажу, Алиев прав. Возьми, арестуй Виталия Баласонян, нам его не жалко. Возьми, арестуй, забери, только этого старика отпусти. Мы говорим, мы столько критиковали Рубена Вартаняна, азербайджанская власть, а что ты сделала против Рубена Вартаняна? Что? Пять раз Рубен туда-сюда ехал, а что же вы Рубена не схватили, а вы хватаете стариков, да? Возьмите, схватите Рубена Вартаняна. Столько Алиев и его власть говорили, что Рубен плохой, а что же вы его не арестовали? Ну зачем? Зачем? Очень тяжело доказывать мирным людям в Карабахе, что надо сесть за стол переговоров, когда мы арестовываем дедушку. Понимаете? Потому что, скажу честно, я, например, кто хочет, пусть верит, кто нет. Я переживаю за этого дедушку. Зачем? Этот человек защищал свои села, свои города. Я благодарен ему. Потому что, если бы не он, меня убили бы. Если бы не этот старик, которого вы арестовали, 68-летнего. Меня бы ваши войска убили, потому что вы бомбили мой дом из Шуши. Вы превратили в ад нашу жизнь. И вы теперь схватили этого дедушку. За что? За то, что он меня спас от смерти? Вот мое мнение. К сожалению, сегодня от Армении, от Пашиняна ничего уже не зависит. Сегодня Алиевская власть, она должна сотрудничать именно по тем вопросам, где мы можем продвинуться. Гейдер Мехрелиев. Понимаете, в чем дело? Гейдер, вы же азербайджанец, да? Гейдер, смотрите. Получается, что получается? Я обращаюсь к вам, как к Азербайджану. Получается, что власть Алиева, все, что говорит, в итоге, все это сваливается на голову простых людей. Потому что Араик Арутюнян, Рубэм Вартанян, они не страдают. Они его так кушают и жруют. А страдает простой народ. Мы должны различить народ от преступников. Если Азербайджан действительно хочет, чтобы Армения и Азербайджан жили вот так, чтобы обе страны были довольны, мы должны воевать с преступностью. Виталий Баласанян не наш человек. Это не армянин. Для меня это не армянин. Человек, у которого звание генерал-майор, и который ворует тепловизоры у моих солдат, это не армянин. Заберите его. Ведите спецназ и схватите Виталия Баласаняна. Мы все за. Вот его схватите, заберите, а этого старика верните. Нельзя трогать простых людей. Нельзя обижать простых людей. Что было, то было в Первую Карабахскую войну. Амнистию, надо амнистию объявить всем простым людям. О разборке, пожалуйста, вон Артур Агабекян, с ним ведите разборки. Ведите разборки с Виталием Баласаняном.